Смотрим финалы в упражнениях с обручем, мечом, булавами и лентой. Итак, приглашается первая участница, Анжелика Краханян. Вашему вниманию в графическом исполнении. И открывает этот финал Анжелика Краханян, представительница Армении. Участница юношеского чемпионата мира, который проходил здесь же, в дворце, в 2019 году. Анжелика также регулярно приезжает на этап Гран-при Москва. В этом году она тоже была здесь и выступала. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Достаточно стремительная композиция под названием «Гранаты» исполнял Владимир Атлантов. Я напомню, что очень внимательно относятся судьи, а точнее группа по артистизму к тому, как соответствует движение и музыка. Как Вы считаете, достаточно стремительное было движение гимнастки, которая исполняла вот такую стремительную музыку? Да, у нее были характерные движения, но мне показалось, она была немного скована в эмоциях, и на этом сказались небольшие помарки. Где-то она не смогла в обруч ровно влезть, где-то была плоскость, небольшая ошибка была в конце упражнения, но в целом гимнастка очень постаралась передать эту музыку. Общая оценка Анжелики Караханян – 25,7 балла. Total score for Анжелика Караханян, Армения – 25,7 балла. Выставили судьи оценку гимнастки, она составила 25,7 балла. Приглашается Дарья Ткачева. Также оценивается трудность упражнения, она подразделяется на трудность тела, трудность предмета. Также осталось исполнение, добавилась группа судей, которые оценивают артистизм гимнасток. Ткачева Дарья – воспитанница олимпийской чемпионки Марины Лобач, Белоруссия. Также участница чемпионата мира среди юниоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помню, что иностранные участницы соревнуются по правилам фиш. Есть какие-то особенности в упражнении с обручем для новых правил. Это фундаментальная работа предмета. Да, всё верно. В любом упражнении. Перегаты для обруча. Вращение вокруг своей оси. Да, вертушки. Вращение вокруг любой части тела. Ещё что? Проход через предмет. Проход через предмет, да, всё верно. Ну и в любом упражнении. Это, конечно, Рискин. На элементе Риска закончила гимнастка своё упражнение. А как это? Интернет на скорости при 5G. Ну, это как... Только ещё быстрее. А подключить можно? Только у нас. Подключи опцию при 5G на новых тарифах Мегафона и будь быстрее всех. Мегафон. На даче всё как дома. Дочки наводят красоту. Жена на важные встречи. И то, что нужно, можно заказать с доставкой. Будьте на даче, как дома. Заказывайте в приложении Яндекс.Маркет. Пыльная роза? Или ягодный щербет? На общественном? Или на своей? Сладкая? Или ноль калорий? Мы понимаем, сколько всего вы решаете в течение дня. Поэтому карта МИР каждый день работает для вас. Платёжная система МИР. Платёжная система МИР. Платёжная система МИР. Гимнастка из Белоруссии Яна Стрига уступает сейчас на ковре дворца гимнастики. Призёр чемпионата Белоруссии. Многократные призёры, победительницы международных турниров. Я могу озвучить оценку соотечественницы Яны Дарьи Ткачёвой. Она составила 30,1 балла. Это новая планка в этом финале. Достаточно высокая оценка. Яна Стрига. Яна Стрига. Всё ли удалось Яне? Да, неплохая была композиция. В конце были интересные серии перекатов. Была интересная музыка. Показалось, что она передала характер. Я думаю, оценка должна быть достаточно высокой. Такие амплитудные прыжки сейчас демонстрирует нам Яна. Можно считать это перешпагатом? Да, конечно, это безусловно перешпагат. Как раз сейчас на повторе показывали эту серию перекатов, про которую я говорила, интересного. Приглашается Сильва Сарксен, Армения. Please welcome. Сильва Сарксен. Выходит на первую позицию Яна Стрига. На 0,4 балла она улучшила результат Дарьи Ткачёвой. И мы смотрим выступление гимнастки Сильвы Сарксен. Интересный был отбив обруча в прыжке. Хорошие динамичные фуэйте. Многократные. Оценка зависит от количества поворотов. Да, зависит. Хороший темп держит гимнастка. КОНЕЦ Сильва Сарксен. Жалко было у неё две небольших ошибки. Скажем так, почти на ровном месте в перекате. Потеряла обруч гимнастка. Сейчас мы упомянули вращение обруча на разных частях тела. Видела на локотке крысила девушка обруч. Это достаточно сложный трюк. Я думаю, для взрослых гимнасток это, в принципе, не так трудно. Первый вид у гимнасток. Я думаю, что они, как бы сказала Ирина Александровна, они вошли в поток и немного волнуются. Это достаточно физически трудно. Полторы минуты будет в постоянном движении. Вы слышите, как микрофоны, которые установлены в уголке Кисенкрай, доказывают это. Итак, Сильва Сарксен. 28,8. Третья позиция. Анна Соколова, воспитанница нашего тренера Анны Дьяченко. Анна Соколова, воспитанница нашего тренера Анны Дьяченко. Анна Соколова, воспитанница нашего тренера Анны Дьяченко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА буквально с замиранием сердца мы смотрели на эту композицию великолепная музыка мягкая лиричная иногда казалось что это замедленная повтор это не телевизионный техник сама гимнастка нам демонстрирует такое плавное замедленное движение очень нежная композиция по-другому не скажешь именно нежная смогла она передать характер этой музыки и видно что гимнастка довольна своим выступлением общая оценка анны соколовой 33 балла ровно 33 ровно такова оценка а не соколовой приглашается алина протасова высокая трудность упражнение 15,4 балла высоко оценен артистизм исполнение на 8,8 балла следующая участница финала софья агафонова алина протасова прошу прощения купальник и предмет подобран характерно под музыку да хорошо известная композиция религия в исполнении муслима магомаева да алинар да 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Диана Чугунихина. Диана Чугунихина. Балетная классика. Неслучайно в качестве владящего тренера стоял хореограф Ироника Шаткова, которая сама в прошлом была балериной. КОНЕЦ Общая оценка Дианы Чугунихиной 35,5 балла. На вторую позицию выходит Диана Чугунихина. Приглашается Лала Крамаренко. Российская федерация. Лала Крамаренко. Трехкратная победительница первенства мира. Трехкратная победительница первенства Европы. Комбинированный пируэт был. Лала, конечно, безупречно делает все эти элементы. Лала Крамаренко. АПЛОДИСМЕНТЫ Вся, конечно, была шикарная связка выполнена, подряд элементов. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасное выступление под музыку, очень обязывающую музыку Петра Ильича Чайковского, балет «Щелкунчик». Только выдающиеся гимнастки имеют право брать такую высокую классику. Также на высоком уровне эта композиция была исполнена. Браво! Продолжение следует... По результатам наговорья Лава Крамаренко накануне завоевала первые места по всем четырем предметам и выиграла в наговоре с общей оценкой 155,75 балла. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И это, конечно, очень здорово смотрится и восхищает зрителей. И все, конечно, аплодируют. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас мы послушаем эту оценку. 38,4 балла. Ну, собственно, на одну десятую меньше, чем Лала получила многоборье. Дамы и господа, сейчас мы переходим к упражнению с мячом. Так вот, судья международной категории Марина Николаева сказала, что надо внимательно обратить внимание, как опускается после прыжка Лала. Она опускается не на колени, а через подъемы. Да, поэтому амортизируется и это приземление. Конечно. Много наших спортсменок выполняло именно этот элемент. Начнем с Алины Кабаевой, Александры Солдатовой, Алии Гораевой. Мы видим сейчас Лала Крамаренко, начала выполнять этот элемент. Итак, финал в упражнении с опручьем закончен. Лала Крамаренко на первом месте с оценкой 38,4. На втором Алина Протасова, 36 ровно. И на третьей позиции Диана Чегунихина с оценкой 35,5 балла. Дамы и господа, предварительная оценка Лалы Крамаренко 38,4 балла. Судья-информатор. Итак, мы переходим.